доброго времени суток друзья приветствую всех на канале airzone game и сегодня мы с вами с обзорной экскурсии посетим вновь открывшийся проект который уже существовал в онлайне имел свою публику жил существовал но потом закрылся и назывался этот проект иркутск 38 и вот он опять возродился он в релизе он открыт но теперь называется иркутск gold altis life вот такое вот название ну и какой это проект что он из себя представляет мы сегодня с вами и посмотрим располагается данный проект естественно на базе игры арма 3 роли play направления ну и выбрана карта altis и я бы наверное даже дополнил это не просто altis это altis плюс потому что еще стоит одно дополнение стратис по моему стратис этот остров добавлен в эту локацию ну давайте заходить на проект и смотреть что он из себя представляет точкой появления на проекте выбираем город кавала он же как вы можете заметить иркутск но никакой иркутской или вообще российской стилистики наверное от проекта ждать не следует как только мы заходим на проект сразу же бросается в глаза наоборот наверное даже отсутствие хоть какого-либо стиля ну к великому сожалению ждешь одного видишь другое да и по всему проекту в общем то мы это наверное еще увидим я постараюсь показать как можно больше объектов как и во всех теневых проектах а это тоже теневой проект он качается через отдельный лаунчер у данного проекта свой лаунчер который можно найти в группе вконтакте в общем то он достаточно простой нажимаете скачать мод нажимаете играть все играете но это проект теневой который не стоит где-то в стиме и как у всех теневых проектов естественно он напичкан всем чем только можно ну и это сразу же на первых минутах бросается в глаза вот таким вот образом выглядит иркутск кавала в общем то облагорожено только центральная часть мы можем это заметить но облагорожено это так я бы сказал мягко напичкана какими-то зданиями лично мне кажется что стиле никакого проекта нету в дальнейшем попробуем на это все посмотреть а сейчас быстренько пробежимся по карте а вот карта у этого проекта выдержана в их собственном стиле который в общем то ни на что не похож и данный стиль я еще хвалил на иркутский 38 потому как считаю его действительно одним из лучших почему же так ну во первых на иркутске 38 это было всего две территории зеленая и синяя здесь вы можете заметить их три зеленая синяя и красная так что же это за территории вот это и большая зеленая это действительно большая огромная зеленая зона где запрещены всяческие криминальные действия синяя территория это территория рп где уже разрешены и грабежи налеты перестрелки разборки все что в общем то вашему вашу голову придет и какой рп вы там захотите отыграть третья красная территория она вообще без всяческих законов ну единственный наверное закон это нельзя читерить и переходить какие-то разумные грамм рамки дальше там делайте все что хотите в общем-то влезая в красную зону вы влезаете в беззаконие влезая в синюю зону вы влезаете в зону роли плея ну а зеленая зона это мирная территория на которой в общем то вы можете просто выдохнуть и спокойненько наслаждаться каким-то своими там разговорами беседами понимая прекрасно что у вас тут никто не тронет не достанет не навяжет вам какое-то ненужное может вам на тот момент рп да вот такие вот три территории на мой взгляд это хорошее решение действительно решение которое разгладичивает игроков по их интересам но если мне не интересно сейчас перестрелки да я посижу зеленый зоник через занимаюсь каким-то каким-то фармом да если я хочу пойти поговорить с кем-то пообщаться может быть поскандалить поругаться постреляться я иду в синюю зону да ну а если уж я совсем ну вот хочется мне сегодня почему-то просто бардака да идем в красную зону вот такая вот интересная карта такое интересное решение на самом деле мне кажется что оно действительно стоит внимание надо зайти попробовать поиграться ну а если говорить про оформление карты то конечно новизной здесь и не пахнет все достаточно старо скупо и сухо хотя иконок огромное количество но они все такого старого образца да и в общем то название магазинов название там каких-то еще объектов все примерно то же самое медь нефть и газ все то что мы уже привыкли видеть на других проектах все принципе то же самое вот такая вот карта и в общем то интересная задумка и такое достаточно скучноватое оформление ну давайте пойдем по иркутску ковали и посмотрим что здесь есть и и первым нас встречает магазина с едой наверное назовем это так здесь продается еда какие-то спиртные напитки выглядит вот таким вот образом все слишком пестро на мой взгляд и не вписывается в общую среду то есть если брать краски самого города ковала они очень пастельные да а вот эти вот хай-тековские так назовем их здания да они каким-то ярким пятном выбиваются вот это можно было бы вписать в карту но тогда надо было бы сделать какой-то поверхностный антураж как-то поменять полотно добавить зелени может быть каких-то пальм наставить что-то а так вот выглядит это вот так вот очень сухо как будто вот просто взяли и наставили какие были здания вот просто не разбираясь в общем-то по цвету по высоте просто набахали каких-то зданий ну вот так вот выглядит магазинчик следующим у нас будет магазин электроники наверное так это будем называть ну хотя бы потому что на магазине написано мобайл то есть мобильная связь ну а внутри это простой универмаг но еще и по совместительству это же здание является и магазином одежды ну я же говорю что никакого стиля в общем-то на этом проекте ждать не стоит вот так вот это оформлено кстати говоря что вот локация это подобранным прикольно такая цветная пестрая локация здорово придумано достаточно креативненько я бы даже наверное попробовал бы поставить именно вот туда вот на сцену они вот в этом месте но и здесь все равно прикольно слава богу что это не простой серый ангар до который нам уже надоел ну а если говорить про одежду то тут я увидел несколько кстати модели которые я не видел вот например модель пилота посмотрите вот я такого кстати не видел ну и еще тут сейчас будем быстренько прорабатывать да есть интересненькие модели которые я ну вижу первый раз не могу сказать что прямо здесь такое изобилие какой-то свежей новой одежды но тем не менее есть на что посмотреть давайте подлистаем по быстренькому потому что ну нам надо еще охватить весь проекта проект поверьте мне огроменный просто огроменный я уже сказал что как и любой теневой проект он набит напичкан как вот рождественская индейка вот набита в задницу всего-всего-всего поэтому вот с этого момента я буду прокручивать очень быстро если кому-то что-то там приглянется захочется посмотреть воспользуйтесь режимом паузы или замедлением но потому что действительно здесь всего очень много действительно всего единственное на чем бы мне хотелось действительно сфокусироваться пускай ненадолго но тем не менее это на женской одежде которая тоже есть здесь в этой же локации вот женской одежды здесь действительно огромное количество я уже показывал некоторые проекты на которые девчонки заходя да вот терялись потому что ну ну нет вот женской одежды нету здесь не жадничают на женскую одежду и ее здесь до хрена ну и вот в общем то вы сейчас это все видите одежды много действительно много есть не только одежда то есть если одежда кстати с меняющими скином да а есть одежда которая в общем то лицо ними не затрагивать но про такой одежда очень мало в основном она меняется полностью и лицо меняется и одежда меняет все меняется есть также аксессуары женские правда их не так много но я думаю со временем их здесь будет гораздо больше но пока вот то что вы сейчас видите есть какие-то причесочки и шапочки сумочки но к сожалению или к счастью не знаю смотрите сами не так много их но тем не менее тем не менее девушки приходя на проект не будут стоять и ждать когда администратор что-нибудь им выдаст а я на многих проектах это показывал девчонки приходят и ходят как мужики в трусах с огромными плечами потому что просто нечего одеть здесь же с этим вопрос стоит вот таким вот образом одежды очень много но и вообще в целом до одежды действительно очень много да есть некоторые модели которые ну подвергла можно подвергнуть сомнению и дам в конце ролика я попробую напялить на себя какую-нибудь глупую одежду ну а пока мы выглядим мы вот так вот ну а далее в этом же магазине мобильной связи стоит некое подобие онлайн торговли да то есть ebay здесь мы можем покупать или продавать какие-то вещи между игроками идет такая вот торговля через интернет так сказать симулятор симуляция онлайн торговой площадки ну подъемные вы видите дается 500 тысяч 250 у вас на руках и 250 в банкомате который вы сейчас видели банкоматики выглядит тут таким зеленым цветом ну а менюшка доисторическая банкомата надо сказать стоят везде вот за что спасибо автору они стоят везде практически ну я не видел ни одного такого ключевого места где не было бы банкомата а вот к самому магазину опять есть претензии ну во первых стоит не по размеру бот очень маленький ну и они все мертвые ну и ладно стоит бот но когда мы с ним взаимодействуем выскакивает надпись fatum но блин вот эту надпись fatum то можно было бы убрать но как-то это не серьезно что ли ну и это даже не автосалон это аренда грузовиков вот таким вот образом это выполнено и поэтому и здесь всего три на самом деле подобную локацию мы уже видели на проекте например греция да на том же оболоне есть такие же вот такая же локация но здесь автор решил оградить картинками не очень хорошего качества и из-за этого выглядит данная локация как-то ну я бы сказал нелепо висит герб иркутска тоже очень размазанный ну и вообще вот картиночки ну либо от них надо избавиться либо поменять на какие-то картинки более качественного разрешения ну а в целом автосалон выглядит вот таким вот образом здание которое мы уже видели неоднократно ну а по соседству с автосалоном в котором находится на самом деле не автосалон а аренда грузовиков стоит здание автошколы на нем это в общем то и написано что это здание автошколы и оформлено но видите везде плакаты со знаками ученики нарисованы но я же говорил что на этом проекте не стиля не привязки по смыслу нету здесь просто лепит вот просто лепит что лепит вот так вот поэтому здесь в автошколе мы попадаем в автосалон это автосалон еще раз посмотрите как оформлен автосалон локация прикольная еще раз скажу мы видели это уже неоднократно и на валоне и на греции но вот эти вот плакаты вокруг с пейзажами иркутска и я думаю ну стоит наверное от них избавиться очень они размыленные непонятные ну а машинки еще раз повторюсь это теневой проект естественно что здесь стоит максимальное количество машин проект просто набит машинами но мы посмотрим наверное процентов 20 от всего изобилия автотранспорта просто по той простой причине что изменилась немножко концепция подхода к автосалонам на этом проекте раньше пока вы смотрите сейчас машинки да я вам просто подрасскажу немножко раньше у на проекте иркутск стоял всего один автосалон и там было штук наверное 15 компьютеров которые распределялись вот по классам да по классам по маркам по направлениям там спортивные внедорожники бмв мерседесы там все это было разбито так по категориям но все это находилось в одном автосалоне на данный момент автосалоны раскиданы также по маркам по направлениям но по всему проекту а я сказал что проект агромедный агромедный он вмещает в себя две карты altis и стратис это мы потом еще увидим ну а автотранспорт в общем то вот такой мне приглянулась 21 волга рестайлинговая да такую я видел на ютубе человек делал эту машинку вот она теперь здесь и мне понравилась первая машина который мы попозже вернемся это ишка блук ну а вот это та самая волга ишка блук мне очень понравился мы его в дальнейшем попробуем купить ну а так в принципе как я уже сказал да машин огромное количество это малая часть того что здесь представлена и по грузовикам и по легковой технике это это даже на это одна десятая наверно то что мы сейчас увидели магазинов очень много очень много всех я их охватить не смогу но мы поговорили с автором когда я уже уходил с проекта мы с ним встретились я ему рассказал эту проблему что но это невозможно бегать по проекту в поисках какой-то машина это глупо и он со мной принципе тоже согласился наверное в дальнейшем он это переделает будет гораздо удобнее будет в одной локации находиться разное количество автосалонов либо в одном автосалоне будут эти машины стоять либо в одном городе их будет несколько но больше по всему проекту по всей карте летать не придется на данный момент это так приходится бегать по всему проекту и я вот даже поймал себя на том что я себе пометил машинку не помню как она называется она была желтого цвета и когда я хотел ее купить я забыл где она и ну то есть мне придется оббегать опять весь проект это не очень хорошо надеюсь что это исправит и еще один минус который мне не понравился это чтобы я вам смог показать автотранспорт мне нужно купить лицензию водителя дальнобойщика и тому подобное лицензионный центр на выглядит вот так вообще-то это почтовое здание да тут даже написано австралия пост то есть это австралийское почтовое здание но здесь как я и сказал не привязываются по логике по смыслу и по красоте вообще по дизайну просто лепит здание и туда внедряют какие-то вот фишки ну вот такое вот количество кстати говоря здесь находится лицензий лицензий действительно много лицензии есть такие которых я даже и не видел некоторые лицензии повторяются например лицензии на переработку меди два раза какая разница я не понял я взял самую дорогую и в общем то с ней пошел лицензии много огромное количество действительно вот видимо какая-то есть сложная схема по заработку денег не знаю не знаю в этом надо разбираться в одном ролике мне не узнать в чем есть отличие лицензии по переработке меди за 5 и за 35 ну на этот надо тратить огромное количество времени но факт остается фактом лицензии некоторые повторяются в чем разница я не знаю рядом мне понравилось стоит здание медпункта вот так это выглядит медицинский центр тоже есть банкомат стоит бот печально что все боты мертвые вот они замерзшие не по размеру и вот просто как и стуканы стоят но здание мне понравилось но прикольно я его видел на некоторых проектах в общем то она симпатичная зеркальном таком вот оформлении в этом случае а вот окружающая атмосфера оставляет желать лучшего как в общем то и магазин грузовиков которые мы сейчас направляемся по пути к этому магазину мы встречаем вот такую летающую левитирующую стену не знаю как автор это не заметил летает стена в воздухе ну и сам магазин с одной стороны мне нравится что автор поставил его нестандартном месте а с другой стороны мне не нравится сама локация и это здание сюда не вписывается как и большинство зданий на этом проекте вот она но а как будто она не отсюда это какое-то чужеродное здание выглядит все вот таким вот образом ну и видно что и здание стоит криво и если в него зайти то мы встречаем вот такую вот растущую траву да и со стороны видно что и забор стоит криво и само здание стоит кривой да и она не вписывается она вот в эту вот окружающую архитектуру ну а что касаемо машин туда машин очень много я это говорил проект набита всевозможной техникой здесь в общем то есть на любой вкус машины вот на любой ну и вот сейчас вы это все видите я сейчас даже не буду обсуждать какие там слотности скорости броня и тому подобное машин огромное количество это только один магазин грузовиков которые мы зашли а их под на проекте как минимум еще четыре есть отдельный магазин военной техники есть отдельный магазин повстанческой техники вот это магазин грузовиков гражданских тут очень очень много много машин есть на что посмотреть есть из чего выбрать ну а цены которые вы сейчас видите это цены без учета випки то есть это вот чистые цены которые при заходе на проект администрация выдает випки по моему четвертого уровня сейчас не буду говорить потому что и мне выдали ее под самый конец когда я уже уходил с проекта я перезашел и она у меня появилась до перезахода вот вы видите вот такие вот цены были то есть это без учета випки но поэтому эти стоят красные крестики ну а технику технику вы видите тоже техника есть прикольная есть странная если действительно странно но в принципе и как я сказал на любой вкус можно что-то подобрать мне нравится такая милости просим в магазин боевой техники военной техники не нравится там есть еще повстанческий магазин там тоже есть своя техника она отличается ее очень очень много также различаются и летная техника на гражданские на повстанческие на военные которые в общем то каждый игрок может купить тут есть какая-то тема с военным билетом который надо покупать но это уже нюансы которые вы если захотите сами почувствуете зайдя на этот проект я показываю то что успеваю и что могу показать ну а далее мы с вами быстренько затронем экономический аспект этого проекта то есть как здесь зарабатываются деньги что из себя представляют механики фарма ну и все в этом плане для этого возвращаемся обратно в в иркутск ковалу для того чтобы приобрести москвича который я вам показывал в автосалоне но вот только меня очень сильно удивило место появления автомобиля заметьте он появляется прямо посреди можно сказать оживленной магистрали это центральная улица города ковалы и здесь посредине появляется автомобиль ну это же будет взрыв если здесь кто-то будет ехать или будет кто-то парковаться почему не сделано отдельное место причем вот смотрите есть место для появления машины осталось только его пометить как пришло в голову ставить появляющуюся машину прямо посреди трассы это меня вообще удивило ну действительно сильно удивило это же будет бардак вот реально будет бардак не знаю как это пришло в голову ну и по машинке вот такая вот машинка и надо сказать что я влюбился в этот автомобиль он действительно он и сделан прикольно он как вы можете заметить и внутри прорисован прикольно ну а физика вождения этого автомобиля вообще на самом деле меня покорила мы упустим момент как я бегал покупал лопаты там кирки и тому подобные лицензии и сразу же выдвигаемся на этом прекрасном москвичонке на точку добычи естественно я взял медь она самая близкая она самая быстрая поэтому едем на точку добычи меди сама . стоит стандартном месте вот вообще не никак ее не двинули и точка переработки и точка добычи и точка продажи все стоит прямо вот как она когда-то стояла на юнионской сборке тогда этих времен она и докатилась ну а как это выглядит вы сейчас видите локация сделана прикольно единственное что я бы наверное докопался это вот до этих вот оранжевых камней которые окружают эту локацию мне кажется что они поджирают fps не знаю я веню их потому что при подъезде было одно количество fps на самой точке она снизилась примерно процентов на 10 не знаю из-за чего сама вот эта техника которая вокруг стоит она вряд ли какую-то нагрузку дает ну а fps все-таки колеблется ну и как же добывается здесь да здесь стоит авто подбор это раз вы это сейчас видите и взаимодействие всего одной кнопкой мы нажимаем левую кнопку мыши и пошла работа то есть от игрока ничего не требуется вас никто не утруждает не надо ничего собирать подбирать стоит авто подбор один раз нажали левую кнопку мыши все он собрал там ну мне в мешок помещалось 12 единиц все он собирает 12 единиц идет прокачка по прокачке все тоже очень стандартно древо прокачки ничего такого интересного там нету все стандартненько ну и перебираемся дальше дальше точка переработки вот здесь уже есть интересные моменты во первых зачем оградили точку переработки забором вот зачем просто мне хочется спросить зачем ну какая цель вот для чего это чтобы здесь и люди ютились толкались задницами для чего я не знаю ну вот зачем-то оградили здесь забором ну хрен с ним к забором приезжаем странно оформлена сама переработка да посмотрите стоят какие-то мониторы ну такое себе решение серьезно да конечно же вот этот аппаратик без этих вот компьютериков каких-то или мониторов что это такое не знаю выглядит стандартно но это его как-то не красит вот ну ну как будто налепили зачем-то вот ну действительно картину это вообще никак не меняет ну в лучшую сторону я имею виду ну согласитесь выглядит как-то нелепо какие-то мониторы стоят на этом переработчики ну а вот сама переработка это уже интересный момент если у вас есть випка вы можете перерабатывать машину вы это видите снизу написано вы можете перерабатывать сразу же все из машины но только имея вику как я сказал да я ее не имел до практически последних минут моего прибытия на этом проекте только уже в самом конце мне дали випку я перезашел она у меня появилась на данный момент у меня випки не было но если бы она была еще раз повторюсь она дается каждому кто придет на какой срок не знаю какой уровень тоже не помню потому что я просто не обращал на это внимание но с випкой вы можете сразу же подгонять машину и перерабатывать сразу же из машины скорость перерабатывания будет зависеть от того сколько у вас в машине этого товара ну естественно мало товара там допустим 100 единиц вы будете перерабатывать это быстро 1000 единиц естественно умножается и все это растягивается на более долгое время ну а точка как она оформлена вы видите да я считаю что мониторы совсем лишние здесь и забор вообще нахрен не нужно не знаю зачем это влепили ну и дальше точка переработки вернее точка продажи она стандартная то есть приезжаем продаем ничего интересного там нету но по пути мне попался вот такой вот пункт полиции я их не люблю и считаю их анахронизмом но они есть на многих проектах и кто и такой чтобы с этим спорить если людям нравится пускай ставит я например в них никакой нужды не вижу но он здесь есть вот так вот он стоит и кстати например если брать тот же avalon или тот же например арсенал game где точно также стоят эти посты да только их там еще хрен объедешь но объехать то можно только там на придумывали всякой хрени здесь он легко объезжается в общем то вот смотрите как это выполнено опять вызывает сомнения цвет цвет странный вот действительно странный зеленый яркий ну вот выглядит это вот таким вот образом очень много косяков опять по установке этого объекта ну а в целом выглядит вот таким вот образом ну и также меня удивило что на проекте стоят фонари например да вот как этот но от фонаря падает тень фонарь светит а света нету вот нету света от фонаря и все не знаю как это так работает но вот так также меня кстати удивило что он на проекте нету травы вы наверное заметили да я обычно играю без травы но здесь я попытался включить траву чтобы посмотреть как это смотрится а травы нету Вот ее просто нет. Кстати, планшет, который на этом проекте, мне очень и очень не нравится. Планшет очень странный. Вы можете, например, заметить, что выглядит он вот таким вот образом. Это что-то, какое-то подобие iPad. И справа, в общем, есть кнопка включения. Она нарисованная. Но она просто нарисованная. Есть еще одна кнопка включения. Она вообще находится снизу. Но она сама по себе стоит неправильно. Но если мы его запускаем, появляется еще одна кнопка. И она тоже работает. Ну, как-то глупо выглядит. Ну, и опять стилистика этого планшета. Посмотрите, как это выполнено. Не знаю, мне она абсолютно не нравится. Вот абсолютно. Иконки все не подобранные. Некрасивые. Не выверены в одном стиле. Все какие-то картинки разные. Отвратительные, если честно. Планшет отвратительный. Он и работает, кстати говоря, тоже очень отвратительно. Нет возврата. То есть, как вы только заходите в какое-нибудь меню, то только через выключение вы перезаходите опять в этот планшет. И выбираете другой какой-то пункт. И опять надо выключить. И опять его надо включить. Возврата нет. Вы не можете вернуться на один шаг назад. Странная, странная тема. Ну, и здесь в планшете я включил траву. А трава не появляется. Как впоследствии я выяснил у автора этого проекта, что это по просьбе, так сказать, трудящихся для повышения фпс. Но я вас уверяю, трава не нагружает так сильно. Тем более, что ее можно отключить. Но, если уж идет борьба за фпс, то нормальные разработчики, я не в обиду говорю, просто говорю, что обычно тогда идет борьба уж полностью. И убираются лишние объекты. Так я, например, знаю проект, на котором даже столбики, которые идут вдоль дороги, тоже поубирали. Но здесь же, например, везде валяются вот такие вот камни. Их огромное количество. Их тысячи. Их просто тысячи. Помимо того, что они вот здесь есть, да, эти камни, вот эти заборы, и вы можете заметить, что еще есть добавленные камни, которые, ну, в общем-то, их здесь не должно быть. Это видно по модельке, что это абсолютно добавленные камешки. Плюс те камни, которые вот были, например, на точке добычи в меди, это тоже добавленные камни. Так вот, это все больше нагрузит проект, чем вот эта самая трава, которую можно отключать. В общем-то, да, если у вас просадки по фпс, отключаете траву и все. Но здесь она убрана совсем. То есть, как бы вот. Ну, опять же скажу, что если идет борьба за фпс, то надо убирать тогда и все лишние объекты. Разрушенные здания, сарай, заборы. Вот эти вот камни, которых тут действительно просто море какое-то морское. Я не знаю, зачем их вообще добавили на этот проект. Но они выглядят даже неестественно. Но этих камней очень и очень много. Я просто устал их объезжать. Ну, и если уж хочется получить прибавку фпс, то вот от этих вот лишних объектов надо избавиться. Также, наверное, если уж продолжать тему с фпс, то, на мой взгляд, больше проблем доставляют вот подобные модмейкерские здания, да. Это, как я их называю, левосторонние здания. То есть, это не принадлежащие армии здания. Это сделано какими-то модмейкерами, да. Ну, а вот если смотреть, например, вот на эту локацию, да. А надо сказать, что все заправочные станции здесь переделаны. То, например, вот здесь совсем уж автор что-то разошелся. Во-первых, это модель здания магазина SPAR. Да, их ставят на заправках. Но здесь автор что-то уж совсем разошелся. Здесь сверху еще стоит нахлобучина вывеска Ford. Ford стоят рекламные плакаты. Все это вместе какой-то кефир, на самом деле, напоминает. Разноцветное в разнобое одно другое, ну, каким-то образом перебивает. Это и магазин SPAR, и Роснефть, и еще и Ford здесь. Так вот, на самом деле, вот такая конструкция больше нагрузит проект, чем стандартная армовская трава. Поэтому я думаю, что уж полностью отключать траву не имеет никакого смысла. Ну, а по дизайну я говорил, что здесь дизайн очень странный. И такое впечатление, что автор просто не может остановиться. Действительно. Ну, такая вот бесскучица. И Ford, и SPAR, и Роснефть, все в одной куче. Как я и сказал, ну, нету, не хватает стилистики, не хватает уюта проекту, не хватает уюта. Ну, и вот как доказательство моих слов, я нашел вот такую вот локацию. Это отдельно построенный город в пустыне. Ну, я бы даже не назвал это городом. Мне это напоминает какой-то Лего-Сити. Не знаю, Диснейленд. Ну, вы сейчас видите это все, да. Очень пестрые, не подобранные ни по стилю, ни по направлению, ни по дизайну. Просто как выставка, да. Вот посмотрите, что есть в Армашопе, да. Как бы шоурум такой, да. Вот такие здания можно приобрести там на таких-то сайтах. Ну, действительно, все выглядит очень и очень нелепо. Серьезно. Ну, не знаю, наверное, это вкусовщина, да. Но я вот, мне не нравится вот эта локация. Обалдеть, как не нравится. Здесь в основном представлены автомобильные магазины. В основном. Ну, еще и полицейские управления здесь. И еще какие-то дома, дома, дома. Все они разные, нагорожено. На самом деле, совсем не впечатляет вот эта вот локация. Мне она просто крайне не понравилась. Ну, и вот. Некоторые магазины, как, например, вот этот, вообще напоминает какую-то игру из 90-х. Все мелкими квадратиками. Все очень-очень ярко. Режет глаз. Ни к чему это не подходит. Нету, нету какого-то одного выбранного стиля. Одного направления. Вот просто напичкано каких-то, как винегрет. Настругали каких-то зданий. Очень мне не понравилась вот эта вот локация. Очень. Ну, в общем-то, смотрите сами. Если кому-то нравится, то, пожалуйста. Это, как говорится, вкусовщина. Но мне не понравился вот этот вот городок, ну, от слова совсем. Да, на самом деле, не только этот городок, а в принципе, проект мне не понравился своей отсутствием уюта. Есть много нелепых локаций. Вот, например, смотрите вот эта вот локация, да. Видите, стоит старый военный ДОТ, да. Морской ДОТ. Вот, поворачиваемся на левее, и стоит какой-то портовый кран. Что это такое? Чуть-чуть левее, и опять ДОТ. И что же будет еще левее? А еще левее стоит кафе. Хрен его знает. Или вот, например, вот это вот, да. Стоит старое разрушенное здание. Поворачиваем голову направо. Яркое, пестрое здание мототехники БМВ. И еще чуть-чуть правее стоят бочки. Вот хрен знает, ну, исходя из чего создавались такие вот локации. Есть вот такая вот, например, опять же, какой-то трубопровод, какое-то старое разбитое здание, и раз, жилой хай-тековский комплекс. Заходим вовнутрь, и видим, что напротив стоит старое разбитое здание. Отличный вид из окна, да. Еще не хватает бабушки, которая ковыряется в кошельке возле банкомата. Ну, хрен его знает, серьезно, кто создавал такие локации. Но они не уютные, они не атмосферные, они вообще нелогичные. Я уж не говорю по цветовой комбинации. Но, на самом деле, если отбросить в сторону все вот это отсутствие уюта, отсутствие дизайна, какого-либо стиля, на проекте есть много интересных фишек. Вот одна из них, которая мне понравилась, есть вот такой вот остров, да, отделенный красной зоной, я это говорил, да, зона, так сказать, беспредела, где стоят вот такие вот локации. Локаций таких вот много. Опять, они со стороны выглядят, как будто бы туда просто насыпали каких-то объектов. Просто вот кучей туда. Туда все-все-все. Вы можете заметить, тут и амбары, и бараки, и электростанция стоит нахрен, и вышка с аэропорта. Но на этих локациях происходят перестрелки и лут. Там находятся боты, которые, кстати, очень метко стреляют. Меня завалили аж шесть раз. Вам надо их оттуда выбить, отжать у них территорию и забрать лут. Здесь же, на этом же острове, этот лут можно продавать. Как я сказал, таких локаций здесь не одна. Их несколько. Достаточно интересное занятие. Помимо того, что вы перестреливаетесь с ботами, вас еще может здесь завалить и любой игрок. Я же сказал, что это зона беспредела. Пожалуйста, перестреливайтесь между собой, с ботами, с ботами и между собой. Сначала между собой, потом с ботами. Как хотите. Здесь зона беспредела. Опять, да, выглядит все как навалено. Все-все-все, что было в армашопе. Но, тем не менее, я пострелялся. Это действительно прикольно. Да и вообще, на проекте огромное количество всевозможных фишек. Вы, наверное, заметили, что постоянно выскакивают таблички. Пролетел вертолет наркоторговца, поехал какой-то караван. Там еще, еще чего-то. Кораблекрушения всякие. Этих вот микро-ивентов. Их огромное количество. Действительно огромное количество. Также огромное количество всевозможной техники. По вооружению скажу, что вооружение сделано специально скромненько. Есть калаши, эмки. Ну, вот такое, в общем-то. Никаких там гранатометов, танков. Этого, конечно же, нет. Весь проект мне действительно не хватит. Мне не хватит ни физически возможности, ни по времени. И ролик и так растянулся уже больше, чем на полчаса. Поэтому я вкратце расскажу, что проект большой, огромный, вместительный. Я уже говорил, что проект теневой, поэтому в него набито такое количество всяких скриптов, модов, модификаций, текстур. Чего здесь только нет. В общем, заходите и посмотрите все своими глазами. У проекта есть свой лаунчер. Качается достаточно просто. Поэтому, если что-то еще вам хочется посмотреть, обязательно зайдите, посмотрите, пощупайте, поиграйте. Ну, и получите какое-то удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует...